Техники и лучшие в России, внимание, Екатерина Рязанова и Илья Ткаченко, у них существенно ниже оценка вторая, существенно ниже компоненты, все-таки дает знать о себе тот рейтинг, который они имеют в мировой табеле о рангах, но тем не менее они обыграли на 2 десятые балла, нет, на 13 сотых всего лишь, но обыграли все-таки Елена Ильиных и Никиту Куцелапова первая оценка. А вот у Боброва и Соловьева, президент Рязанова и Ткаченко выиграли почти 2 балла, давайте послушаем, что говорит нам двукратный чемпион Европы Фабиан Бурза, у нас есть специальное приспособление, сейчас я его попробую выкрутить, чтобы хорошо слышать. Про Сочи сказал, да, Фабиан? Ну, будут выступать на Олимпийских играх в России, двукратный чемпион Европы, это очень приятно, но они под руководством Александра Жульна выигрывали первенство континента в прошлом году и сейчас, являясь учениками Анжелики Крыловой, вновь доказали, что на старом, на континенте, в старом свете им по-прежнему нет равных. В общем, очень сильное эхо, я себе выкрутил в итоге в гарнитуре, но понял, что будут продолжать бороться, будут продолжать работать еще сильнее и будут стараться. Соревноваться в том числе и с более сильными соперниками, я так понял, что Антали в этой фразе имела в виду североамериканские в первую очередь дуэты и нисколько не боятся французы трудностей, которые стоят на их пути. Теплые слова в адресе Великобритании, говорит сейчас Анталия, говорит, что для нас Великобритания, это Тор Вилдейм, это танцы, и благодарит за очень теплый прием, говорит, что нам очень нравится, и скоро будет здесь большое шоу, в котором, как я понял, они тоже собираются принять участие. Ну и публика, как обычно, как это вводится здесь в Англии в Шеффилде, отвечает очень теплыми аплодисментами Анталии и Фабиану. Итак, Анталий Пшалай и Фабиан Бурза, чемпионы Европы 2011 и 2012 годов. Все-таки доказали французы, что они сильнее, несмотря на то, что они не могут быть сильнее.